Будущее за умным городом. В пятницу на базе детского технопарка Кванториум 16 команд, состоящих из самых одаренных школьников и студентов региона, думали, как сделать жизнь в Иванове лучше с применением высоких технологий. Ребята получили задание при помощи мозгового штурма найти и презентовать варианты реализации принципов умного города в Иванове. Почему именно эти темы? Потому что это естественное развитие инфраструктуры, с которой мы постоянно встречаемся. И, соответственно, те большие данные, которые у нас уже в городе накоплены, нуждаются в какой-то обработке. Соответственно, мы сегодня детям предложим поработать именно в таком формате, где они смогут предложить какие-то идеи, которые мы потом будем воплощать в жизнь. Что-то из раздела умного города у нас уже, по сути, сделано, что-то еще нет. И, в принципе, мы ждем, конечно, свежих идей, потому что наш город достаточно большой. И, конечно, он не должен отставать в своем развитии от остальных больших городов нашей страны. Никаких требований или критериев ребятам не дали, чтобы не устанавливать никаких границ и не мешать полету мысли. Определили лишь сферы, в которых высокие технологии были бы полезны. Это транспорт, ЖКХ, городская среда, общественная безопасность и экология. Идеи оказались совершенно разными. Школьники из старой Вичуги задумались над концепцией общественного транспорта под управлением искусственного интеллекта. Мы основывались на идее Теслы, знаете, машины будущего. Вот мы хотели что-то наподобие такой машины сделать для общественного транспорта. У нас идея такая возникла, сделать общественный транспорт управляемым голосом. Но, возможно, будут проблемы, так как все-таки водители могут повести себя не так, как программа ожидает. Кое-что от умного города в Иванове уже есть. Например, интернет-портал Иваново РФ, где жители могут обратиться с предложениями или пожаловаться. Есть и единый центр управления, который координирует работу всех важнейших городских служб. Его роль выполняет ЕДДС. Есть наметки в сфере транспорта и энергоэффективности. Но до полноценной реализации концепции умного города еще далеко. В этом направлении и предстоит думать молодежи. Быть может, какие-то из их идей скоро воплотят в жизнь. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.